Чемпионат мира среди молодежных команд в самом разгаре, и настало время поговорить о самом жарком хоккейном противостоянии. Речь, конечно же, о матчах Россия-Канада. Эти сборные только в финалах МЧМ встречались 14 раз. Разумеется, если брать в расчет времена сборной СССР. Сегодня мы вспомним десятку самых интересных, по нашему мнению, встреч между этими сборными. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Поединок на турнире 1987 года не имел никакого значения для сборной СССР, которая потеряла все шансы на медали. Канадцы, напротив, могли завоевать золото. Накал страстей был настолько велик, что в матче вспыхнула потасовка стенка на стенку. Разнять хоккеистов было никому не под силу, и после 20 минут отменного рукопашного боя на арене решили вырубить свет. В итоге обе команды были дисквалифицированы. Яркого голевого пиршества не получилось, зато команды взяли другим. Первое золото на МЧМ сборная России завоевала не где-нибудь, а в Виннипеге. Финал 1999 года получился очень упорным. Победу нашим хоккеистам принес точный бросок Артема Чубарова в обертайме, после которого 13 тысяч зрителей, болевших за Клиновых, немного приуныли. В 2003 году прекрасную игру демонстрировали голкиперы Андрей Медведев и Марк Андре Флюри. Неудивительно, что финальная игра того года оказалась нервной, малорезультативной и очень упорной. 2-1 перед заключительным периодом в пользу канадцев не устроили Игоря Григоренко и Юрия Трубачева, которые своими голами принесли России золото. Финальную игру 2006 года российские болельщики вспоминать не желают. И есть за что. Форменный разнос со счетом 5-0. Малкину и Коу строили Джонатан Тейвс, Крис Летанг и Блейк Комо. По именам сборная России выглядела, мягко говоря, не хуже, но финальный счет не оставил никаких вопросов, кто сильнее. 49-28. Именно такое соотношение бросков было зафиксировано в пользу сборной России по итогам полуфинала 1996 года. Несмотря на такой обстрел, Жозе Теодор стоял стеной, а Джеромы Гинла окончательно деморализовал россиян, забросив шайбу в меньшинстве. По итогам турнира оба попали в сборную звезд чемпионата. Шестилетнее отсутствие канадцев на вершине молодежных рейтингов завершилось в 2015 году. Тяжелый первый период и победа Кленовых 2-1 на этом отрезке. Развеселые 3-3 во второй 20-минутке, по ходу которой сборная России горела 1-5. И очень-очень нервные нули в третьем. Канадцы выстояли, наши не смогли дожать. Это был один из самых ярких финальных матчей, что знала история молодежного хоккея. Если будет возможность, пересмотрите обязательно. 2005 год был примечателен тем, что в НХЛ арены пустовали из-за локаута. Таким образом, главные молодые звезды со всего мира смогли принять участие в МЧМ. В финальной встрече Кросби, Геслов, Перри, Уэбер, Бержерон раскатали Овечкина, Малкина, Емелина, Радулова и Худобина со счетом 6-1. Это была практически молодежная олимпиада в лучшем смысле этого слова. По ходу финала 2002 года сборная России горела канадцам со счетом 3-1. Замена вратаря. Вместо Андрея Медведева вышел Сергей Мыльников. Вдохнула в россиян новую жизнь. Три подряд заброшенные шайбы, ответка от камальери и вновь нервная концовка. Победный гол случился оттуда, откуда не ждали. Капитан команды Антон Волченков принес победу России. Это, наверное, одна из десяти шайб, заброшенных Антоном за всю его карьеру. Но как же вовремя? В 2009 году героем Канады стал Джордан Эберли. В сверхнапряженном полуфинале против сборной России он забросил шайбу за 5,4 секунды до конца матча. Тем самым переведя встречу в овертайм. А потом еще и реализовал решающий булит. Учитывая, что турнир проходил в Оттаве, народ гулял еще долго. Но сильнее гуляла все же хоккейная Россия. И случилось это после финала 2011 года. Именно после этого турнира молодежный хоккей стал в нашей стране гораздо популярнее, чем был. Валерий Брагин окончательно закрепился в когорте элитных российских тренеров. А весь мир узнал фамилии Артемия Панарина, Евгения Кузнецова и Владимира Тарасенко. Это был матч на века. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте свой молодежный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. Смотрите молодежный чемпионат мира, болейте за любимую сборную. Всех с Новым Годом! А с вами была команда FoxHockey. До новых встреч. Пока!